добрый день страна добрый день зарубежья ребята смотрите что у нас творится ну что закончилось короткое лето бабе еще не наступала но это я хорошую погоду называю коротким летом начинается давно дождика не было сегодня никуда не выходила делать ничего толком не делала каникулы продолжаются звонил борис в чапилева сломалась яблоня от огромного количества яблок прям треснул ствол пополам ребята мне даже страшно стало тех фотографий которые он прислал . . . . . . Субтитры сделал DimaTorzok Кабачки пожарила Курочку в сливочном сметанном соусе сделала Или в сметанно-сливочном с луком и чесноком Обалденно вкусно Тетушка тут же сразу взялась, попробовала Все-все-все-все одобрила По поводу платья В платье ходила к ним Вышла на улицу без плечиков, безо всего Ну, ребят, вот бочонок бочонком То есть, ну, платье теряет всю свою привлекательность Договорились с тетей Валей, что она сделает тонкие плечики Не жесткие, мягкие Сделает карманы в боковых швах Вот Ну и что? Ну, рукав решили оставить так, как есть Не буду я его забирать Может быть, потом как-нибудь сама что-нибудь придумаю Потому что, ну, как-то платье сразу не тем становится По поводу белого пояска Белый поясок к этому платью не пойдет для моей фигуры Потому что я что поставь меня, что положи Я имею в виду, что сбоку на меня смотришь Я, в общем, короче, как труба, знаете, такая вот Со всех сторон одинаковая Ты ее как не поставь, какой стороной Она вот везде вот такая Вот такая вот у меня фигура Если белым пояском подпоясаться Ну, белый поясок надеть То, что получается Фигура делится на две части Да еще без каблука О, это песня для комментариев, дорогие мои Нет, так я себя уродовать не могу Судьба, я так постаралась Над моей фигурой, так что Нет, белый поясок точно не пойдет А вот темненький, темненький Самое оно Стою на балконе, смотрю Листья уже желтеют Листья уже все это Я подумала, что рябина слишком рано покраснела Нет, рябина не рано покраснела Оказывается, рябина действительно вот так вот ярким костром горит Начинает гореть в августе Ой, мои хорошие Сегодня было на улице хорошо Прохладно Я в этом платьице дефилировала Тетя Валя очень понравилась Да, кстати, кстати Так, сейчас я хоть на себя переведу камеру А то что-то все Вид за окном Еще раз небо покажу Ну, просто страшно Вот стоишь на моем высоком этаже Ребята, просто страшно становится О чем я говорила-то? Господи Рыбка Дори Рыбка Дори Забыла, о чем говорила Вот И в общем решили с тетей Валей Что поясок лучше, конечно, черненький Не черненький, а темно-синенький В цвет платья Но никак не белый Чтоб он не резал фигуру на два равных квадрата Как говорится Вот, смотрите, она этой Она этой А, нет, вот видно небо Я думала, не будет видно небо Ну да, не видно Мое лицо так это появляется здесь Поэтому небо не видно Так, если лицо спрятать, то небо видно Сегодня ничего не ходило Толком не снимала Но чтобы вы не думали, что я, в общем-то Впала в забытье и в кому Я решила снять вот это вот видео Ветер, кстати, поднимается Хотела сказать о соковыжималке Анатолия моя тоже купила соковыжималку Сейчас на даче давит яблоки Очень она ей понравилась Кто бы что там мне не писал, не говорил Я уж не говорю про Бориса Она понравилась Сегодня звонила Света и говорит Любанька, где там твоя соковыжималка? Мы сейчас собираемся с Максом Жать сок Позвонила Борису Борис отнес ей соковыжималку Научил Макса, как обращаться с ней Света сейчас звонила и говорит Люба, вокруг меня стоят ведра с соком Мы с Максом выжимаем Это, говорит, просто дизель-электроход А не соковыжималка Жмет все Ну, говорит, шумновато немножко Ну, они там, видимо, яблоки неправильно кладут Но это не важно В общем, Света очень довольна Очень довольна Она говорит, я просто не успеваю эти кастрюли оттаскивать Вот Я так думаю, что как только я поеду на дачу В ближайшее время Мне опять достанется консервирование Ребята, я не хочу туда ехать Я боюсь этих яблок Борис вернется из Чапелева Я просто опять этого всего боюсь Я там опять упаду замертво Сегодня почитала комментарии И у меня спросила девушка Юлия, по-моему Подошли ли мне из фикс прайса Эти как они, господи Запасные блоки для освежителя Сейчас я вам все покажу Сейчас покажу Сейчас принесу эти блоки Так, мои хорошие Вот у меня сейчас Вот у меня один такой освежитель Вот так вот он выглядит Вот у него название Airwick Express Вот такой Вот, ну сейчас я его открою И вам покажу Вот для него Вот Для него Подошел блок для Господи, что-то я только заболталась совсем Запасной блок для него из фикс прайса подошел Очень хорошо Вот просто очень хорошо Но Вы будете смеяться Но только, ребята, не смейтесь Вот он такой, да Вот он сейчас будет пшикать Я его даже не буду убирать Я только его поверну как-нибудь вот так вот Можно услышать, как он будет пшикать Подошел Да, действительно Но, ребята, я купила вот такой освежитель специально для Airwick И он не подошел Хотя у меня освежитель Вот написано Airwick Он не подошел А знаете почему? Потому что вот такая блямба сверху Вот Вот так она, пожалуйста Все пшикает А через аппарат нет Вот видите, Airwick Не подошел Почему? Понять не... Просто не могу понять Не знаю Поэтому стоит у меня, извините, в ванной комнате И приходится пользоваться, нажимая руками На головку вот этого освежителя Так, это я вам показала Что для Airwick Вот для такой модели, как у меня Запасной блок из фикс прайса Подходит Все нормально Так Куда бы его поставить? Сейчас, ребята, я его вот сюда Вот так вот поставлю Ой А вот для этого освежителя Не подошел Из фикс прайса Дополнительный запасной блок Почему? Я не знаю Кстати, это тоже Airwick А я Юлия не могла ответить Ну, не разглядела Что здесь написано Airwick Но немножко другая модель Вот они у меня вот такие вот разные Если вот этот Пшикает Сейчас даже нажму И вы услышите и увидите Ой Вот видите, как сильно То этот Пшш Вот этот Пшш Пшш В общем Жуть какой-то Сюда не подходит Сюда подходит Все нормально Все в порядке Вроде и этот Airwick И этот Airwick Так что будьте внимательны Сюда не подходит Но зато вот сюда Не подходит Именно запасной блок Для Airwick Ну вот как такое? Вот как такое возможно? Объясните мне Сюда он тоже не подходит Вот этот запасной блок Вот сюда он тоже не подходит Я не знаю О чем там думают Производители И вот он Или я его отключила Сейчас его А, я его отключила На минимум Сейчас услышите Как он будет Пшикать Сейчас подождем Немножко Ну, лишнее я потом вырежу А то вам так не интересно Во Слышали? И Все Прям как будто Из него Последнее выдавливают Хотя Он тут целый Здесь стоит По-моему Кофейный Я решила Кофе Чтобы во всей квартире Пахло Вот Купила сюда Поставила кофейный И вот он так И все Ой, господи Поэтому даже и не знаю Я уже не буду его открывать Потому что вот эта модель Очень Я считаю неудачно сделанная Очень тяжело она открывается Вот этот хвост Надо потянуть вниз А вот Половина Головы Вверх В общем Такая мутотень Ну, одной рукой Я не могу этого сделать Я этого и двумя руками Сделать не могу Не, не получится Наверное, да? Сейчас цветок завалю Вообще Я сама завалюсь Нет Ну, в общем Что-то вроде приоткрылось Ой Господи Это вот этот пшикнул Вот В общем Неудачная модель Пожалела я Что я его купила Вот два Айрвика Вот такие Вот они Разные Теперь этот Практически Простаивает А этот Пшикает Хорошо Ну, брала Два Для квартиры И плюс Для ванной комнаты Ну, вот В общем-то Такая вот Как говорится Постигла неудача Знаете, сколько я их накупила уже Этот не подходит никуда Ни сюда Ни сюда Хотя Айрвик Ну, вот Фикс прайсовые Более-менее подошли Сюда подошли Как их отрегулировать Я даже не знаю Ну, они же уже вроде как Все параметры нажатия Задаются На заводе Ладно Когда будет распродажа Придется еще купить Что еще хотела показать Помните, да Я нашла вот такую клеточку Зашла в цветочный магазин И для оформления букета Продавались вот такие вот Разные на палочках Бабочки Цветочки Гнездышки Вот такое гнездышко Я купила Вот, вы знаете Когда я вижу Что-то Для Дизайнерских своих идей Я покупаю Я еще не знаю Как это гнездышко здесь будет Как я его обыграю Для того, чтобы знать Как все это будет Я Хотела купить птичку Обыскалась Ребята Обыскалась Зимой этих птичек Вот как настоящие Очень много было Сейчас Ни одной птички Нигде нет Поэтому пока Пока оформление Остается Просто в задумке Ну, такое гнездышко Симпатичное Яйца здесь пластиковые Вот Ну, очень Очень даже симпатичные Пусть будет с палочкой Посмотрим, как все это лучше сделать Так Потом Я сделала для себя Открытие Что клетка Это открывается Я честно скажу Я не знала Что она открывается Вот Она, оказывается Открывается Ну, ее, видимо, можно использовать Как кашпо И в то же время Для каких-то Дизайнерских украшений Я вам ее уже показывала Ну, вот такая задумка У меня есть Сначала хотела сюда Попугая Какого-нибудь смешного Потом Вот увидела это гнездо И решила, что можно Обыграть еще Как-то по-другому Ну, если я найду птичку Я буду смотреть, что это за птичка Пока попадались только огромные совы Ну, сова вроде Причем большие совы Меховые такие совы На настоящие совсем-совсем не похожи Вот Ну, придумаем Придумаем что-нибудь Как обыграть И вообще, что здесь сделать Банки вот эти вот уйдут отсюда И хочется как-то, может быть, подвесить Может быть, свеча Светильник Тогда можно как-то Оплести зелеными листиками Эту клетку Знаете, как вот в Икеа Продается Вьюн Там или вот еще какие-то такие вот Свисающие Ампельные растения Вот тоже можно как-то сделать И поставить сюда Светчику на батарейке Тоже будет очень красиво И очень хорошо Либо здесь Борис мне так и не сделал уголок Здесь, который я хотела Либо это все уедет на дачу Ну, гнездо вот это вот купила Ну, стоит оно недорого Поэтому я взяла Думаю, пригодится Кстати, на даче тоже будет неплохо Вот это вот все оформить Может быть, клетку по-другому А гнездо примастить куда-то На дереве В общем, идеи в голове Ютятся Посмотрим Потом посмотрим Пока только изложила, какие идеи Так что сейчас ищу птичку Поэтому захожу в любой киоск Союз Печати Где продаются газеты И игрушки вот эти вот китайские Но пока ничего не нахожу Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!